Всем привет! С вами Македа.Про и пока рендерится мое видео по вирусному контенту, по фотоблогу. Я сегодня, точнее уже наверное завтра, когда будет готово видео, выложу статью по новой нише, фотоблогингу и вирусному контенту. Сейчас рендерится видео, оно тоже будет в статье и оно будет в моем канале, поэтому смотрите, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. И пока идет этот процесс, очень долгий и интересный, я решил рассказать вам о плагине, который работает с социальными сетями, это Монарк Плагин. Я о нем уже написал статью, поэтому я сниму это видео и затем прорендерю его и выложу туда. В статье я сделал небольшой обзор по поводу того, для чего этот плагин нужен. Сейчас запишу видео, для того, чтобы вы понимали, насколько легко просто с ним работать. Ну и немножечко скажу с самого начала, что те сайты, например, которые я делал и на которых я внедрял этот плагин, они привлекали к себе очень много внимания, потому что здесь очень простой функционал, но он очень полезный. Я сейчас покажу почему. Меня всегда спрашивали вебмастера, которые случайно попадали, допустим, на мои сайты, либо если я кому-то сбрасывал портфолио, они всегда задавали вопрос, что это за плагин для работы с социальными сетями. Ну это Монарк Плагин. Я никому не рассказывал, что это такое. Вот сейчас это видео и вот сейчас вы все узнаете, что это за плагин. Насколько он простой и понятный. Так, показывать я это все буду на своем тестовом сайте. Был у нас урок, видео было по поводу регистрации бесплатных имен в доменных зонах бесплатных африканских. CF, TK, ML и GQ. Вот, соответственно, automotive.cf, automotive.cf. Я при вас регистрировал доменное имя. Вот оно сейчас у меня выступит в роли такого теста-теста лакмусовой бумажки. Возьмем, к примеру, первый попавшийся пост. И мы видим, что здесь не активны, нет абсолютно никаких кнопок социальных сетей для расшаривания контента. И после этого мы включим наш, активируем Монарх. И будем смотреть, что у нас получится. Значит, что интересно в Монархе? Буду рассказывать достаточно быстро, чтобы здесь не возить сопли, но чтобы вам было всем понятно. Переходим в настройки Монарх. Рендерится видео достаточно большое, поэтому если будет подтормаживать, простите. Идем. Здесь у нас есть менюшка Social Sharing. То есть, здесь непосредственно мы настраиваем те кнопки, которые будут расшаривать наш контент. У нас есть здесь вариант вывода кнопок в каких-то определенных местах. Либо это будет сайдбар слева, либо это будет инлайн. То есть, над контентом, под контентом будут выводиться кнопки pop-up, всплывающее окошко, fly-in. Это вот такой вот квадратный блок с кнопками, со ссылками для расшаривания. Либо это будет медиа. Медиа это, соответственно, у нас вывод кнопок социальных сетей для расшаривания на изображение. В чем прикол? Человек наводит на изображение курсор мыши и видит, что фотку можно забрать с собой в социальную сеть. Когда он расшаривает этот контент, когда он нажимает, например, на кнопку Facebook или ВКонтакте, для того, чтобы забрать себе эту фотку, то он забирает себе не фотку, он забирает себе весь пост с ссылкой на ваш пост. То есть, со всеми потрохами, со всеми вытекающими. То есть, это ваши поведенческие, это ваши социальные сигналы. И это очень хорошо, это вам пригодится. Ну, допустим, давайте сделаем так. Так, здесь ниже опускаемся, мы выбираем социальные сети, с которыми мы будем работать. Нажимаем Add Networks. И мы здесь видим список. На него только нужно кликнуть. И, соответственно, он выбирается. После этого подтверждаем, нажимаем Apply. Я уже выбрал здесь Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, LiveJournal и ВКонтакте. Соответственно, есть у нас здесь настройки, в которых мы можем указать, писать, указывать название социальных сетей или нет. Это будет сделано вот в каждой вкладочке. Соответственно, сколько locations, sidebar, inline, pop-up, столько вот таких вот вкладок настроек. То есть, для каждого вывода социальных кнопок можно настроить свой стиль отображения. Соответственно, при наведении курсора на изображение будет один стиль вывода кнопок. Допустим, под контентом это будет все по-другому. Давайте выберем сначала inline, под контентом. Inline у нас здесь уже настроен. Сохраняем изменения. Идем в inline. Кнопки сейчас круглые, будут выведены под контентом, после текста. Соответственно, так будет расшариваться контент. Вот они, пожалуйста, выведены эти все кнопочки. Если нужно что-то изменить, идем в inline. И здесь уже настраиваем другой вывод этих кнопок. И точно так же по каждому варианту. Давайте еще выберем locations on media. Чтобы вы посмотрели, как выводятся кнопки на изображениях. Чтобы вы поняли, о чем я говорю. И как вы будете разводить своих читателей. Все очень просто. Наводите на изображения, всплывают кнопки. Переходите в on media. И здесь уже настраиваете непосредственно вариант вывода. Где отображать по центру, сколько колонок, как добавлять ли счетчики, добавлять ли количество максимальных расшариваний контента. Где выводить. Либо это посты, либо это будут какие-то страницы. То есть здесь это все настраивается. Дальше есть у нас возможность добавить социальные сети. Это те социальные сети, которые будут отображаться у нас. Это те социальные сети, которые у нас будут отображаться в виджете. Соответственно, мы можем вывести. То есть мы здесь можем ввести все, что угодно. Название, соответственно, ваших страниц в социальных сетях. Можно вывести просто в виджете. Мы переходим в внешний вид виджеты. И здесь есть виджет MonarchFollow. Сейчас сохраним. Внешний вид виджеты. Идем. Выбираем MonarchFollow. MonarchFollow. И сейчас все это сделаем вот так. Чтобы вам было понятно, что это он. Сделаем вот так. Раз. 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 Выводись. Вот оно, это волшебство. Соответственно, стиль у нас настраивается опять же здесь. Вот здесь виджет. Здесь можно настроить, как выводить это все дело. Будут ли счетчики, что они будут показывать. Здесь можно даже выставить минимальный счетчик. То есть, если вы выставите, например, 100, то здесь будет показываться 100. Человек, который заходит на вашу страницу, видит, у вас здесь везде по 100 подписчиков. Ну, допустим, если у вас были какие-то подписчики, уже имелись на страницах, то, соответственно, соточка это будет добавлена. И человек будет охотно подписываться на вашу страничку. То есть, такое вот небольшое введение в заблуждение. То есть, здесь все. Выводить имена социальных сетей, указывать количество уже подписавшихся людей. Количество columns здесь давайте сделаем. Ну, пусть будет 4. И сейчас посмотрим, как у нас изменится дизайн вот этого вот виджета. Вот так вот это все делается. То есть, соответственно, это все очень легко, гибко это настраивается. Выглядит это классно. И этим плагином можно пользоваться с большим удовольствием. Пусть он там стоит каких-то денег, но оно того стоит. Здесь также есть возможность создать свои шорт-коды. То есть, вы опять же здесь выбираете дизайн, который необходим вам кнопочек. Генерируете шорт-код. Ну, соответственно, сохраняете изменения. Копируете шорт-код этот. И потом вставляете его в нужное место на странице. И там у вас будет выводиться тот блок в том самом дизайне, который вам и нужен. Здесь, кроме всего прочего, у нас на каждой странице записи еще вводится статистика по тому количеству лайков и расшариваний, которые были доступны для этой записи. Здесь мы вводим ключи и API настройки по Фейсбуку. Секретные ключи. Вот здесь вот все вверху указано, что нужно API для Ютуба получить и для Фейсбука, для того, чтобы получать корректные данные. Для того же самого виджета все эти данные нужно получить. Ну, как бы вот в принципе и все. Плагин очень полезный. Смотрите мой канал и вы узнаете еще очень много нового и нужного для себя и того, что пригодится для вашего сайта. Подписывайтесь, читайте блог. Ссылку на статью, в которой я рассказываю о Монарх Плагин, я размещу под этим видео. И вы можете еще раз посмотреть, о чем я там рассказываю, как работает этот плагин. И можете еще пересматривать это видео, для того, чтобы как-то настроить плагин, если вы его себе установите, купите. Только советую, ребят, покупайте, пожалуйста. На моей странице указана не реферальная ссылка, потому что там реферальной программы нет. Качайте, покупайте, пользуйтесь. Плагин постоянно обновляется. Соответственно, вы лишены неудобства в плане каких-то багов, либо еще чего-то, каких-то недоработок. Это все фиксится. Просто, если вы скачаете, например, какой-то вариант, какую-то версию, возникнут какие-то траблы, потом чем-то будет она конфликтовать. Будете искать новую версию. Ну, это, откровенно говоря, настоящий геморрой. Поэтому, берите, покупайте нормальную, актуальную версию, пользуйтесь ей. Все будет классно. Будете получать вот такие вот красивые виджеты. Будете получать вот такие вот кнопочки на картинках, на изображениях. И человек может забрать в социальную сеть себе. Плагин, на самом деле, очень небольшой. Он там весит порядка полмегабайта, поэтому работает он очень быстро, корректно, хорошо, классно. Поэтому советую, рекомендую, пользуйтесь, читайте, подписывайтесь, заходите, комментируйте. Очень интересно получать ваши письма, очень интересно получать ваши вопросы и благодарности, которые есть. Значит, я работаю не зря и веду этот блог тоже не зря. Всего вам доброго, всего вам хорошего. Еще увидимся, еще услышимся. Пока.